Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Вторник, 25 июля и как всегда давайте начнем с пары евро-доллар. По паре евро-доллар на текущий момент тенденция на укрепление продолжается. Вчера мы видели небольшое снижение от локальных максимумов понедельника, но на текущий момент мы видим, что пара не смогла уйти ниже минимальных значений пятницы, отметка в области 1,16-1,18. Поэтому на текущий момент тенденция как в краткосрочной, так в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе остается на укрепление. Уход ниже минимальных значений пятницы откроют предпосылки на начало коррекционного движения, а завершение коррекции позволит вновь присоединиться по данной паре на покупку в сторону основного тренда. По паре британский фунт, американский доллар вчера в понедельник, пара смогла закрепиться выше максимальных значений пятницы, что в свою очередь нам может говорить о завершении коррекционного движения, которое мы видели на прошлой неделе, и о продолжении роста пары британский фунт сначала до отметки 1,31, а затем уже рассматриваем более долгосрочные цели в области 1,34. Пара австралийский доллар, американский доллар на прошлой неделе начала корректироваться. В пятницу мы увидели уход ниже минимальных значений четверга и закрепление за ними. Пока, обращу ваше внимание, локальный максимум не были обновлены, тенденция на снижение в рамках краткосрочной перспективы остается в приоритете. Ну и для открытия сделок на покупку в рамках основного тренда всегда важно помнить о том, что по завершению коррекции присоединение будет наиболее эффективно. Отмена данной коррекции и уже продолжение роста будет в том случае, если пара сможет закрепиться выше максимальных значений, которые были зафиксированы вчера в понедельник, отметка 79,66. На текущий момент ближайшая цель по данному снижению в рамках часового таймфрейма находится в области 78,75. Пара американский доллар и японская иена продолжают свое снижение. Сегодня с утра торговались у максимальных значений, которые были зафиксированы вчера, но пока закрепиться выше этих уровней пара не смогла. И на текущий момент тенденция продолжает снижаться к тем целям, которые мы обозначили ранее, в области 110,20. Практически то же самое мы видим и по паре американский доллар и канадский доллар. Прошли уже целевое значение в области 1,25. Сегодня с утра торгуемся уже ниже отметки 1,24. И на текущий момент тенденция также остается на ослабление. Ближайший разворотный уровень по данной паре мы можем отметить на максимальных значениях, которые были вчера, отметка 1,25.50. Еврофунт корректируется. Вчера в понедельник пара не смогла обновить локальные максимумы и сессию закрыли ниже открытия, в свою очередь обновив минимальные значения пятницы. Поэтому на текущий момент в рамках краткосрочной тенденции мы можем говорить о начале коррекционного нисходящего движения по данному активу. Но если говорить о старших таймфреймах, о более крупных трендах, то основное направление остается все же на укреплении. Поэтому завершение нисходящей коррекции даст также возможность трейдерам присоединиться на покупку в сторону основного тренда. Золото продолжает укрепляться. И на текущий момент ближайший разворотный уровень пока остается на минимальных значениях 20 июля. Прошлой недели отметка 1,235 долларов за тройскую унцию. Обновление локальных максимумов понедельника уже даст возможность скорректировать данный уровень на минимальное значение понедельника. Отметка 1,251 долларов за тройскую унцию. Но на текущий момент тенденция остается на укрепление и движемся к целевой отметке в области 1,295 долларов за тройскую унцию. Нефть марки Brent продолжает свое нисходящее движение, которое началось на прошлой неделе после обновления минимумов, которые мы видели в пятницу. И на текущий момент пока пара будет торговаться ниже отметки 49,55. Это максимум, который был зафиксирован в пятницу. Основная тенденция в рамках числового таймфрейма остается на ослабление. По индексу DAX мы также видим начало нисходящего движения в рамках краткосрочной, в рамках среднесрочной перспективы. Поэтому по данному инструменту основное направление сейчас остается на снижение. Цели, которые мы можем обозначить по данному снижению, находятся в области 11,950. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Ваши вопросы пишите в комментариях. И увидимся на следующих видеообзорах. Всем спасибо и до свидания.